Добрый день, дорогие подписчики и просто зрители нашего канала! Вы, наверное, заметили, что мы начали рассматривать материал не только наших дней, но материал предыдущих лет. Сегодня мы рассмотрим интервью Димаша Кудайбергена известному изданию Hello! Это интервью показалось нам интересным, с той точки зрения, что хотелось узнать ощущения Димаша после некоторых популярных международных конкурсов, где Димаш, участвуя, продемонстрировал не только свое искусственное мастерство, но и свои простые человеческие качества. О том, чтобы вы подписались, я повторю еще раз, и нисколько от этого не устану. Ну и, конечно, ваш бесценный, дорогой нашему сердцу лайк просто окрылит нас для новых действий и совершений популяризации Димаша Кудайбергена, народного любимца и непревзойденного таланта. Начинаем мы рассказывать об интервью с цитатой популярного Хосе Карераса, испанского оперного певца, великолепного тенора, известным своими интерпретациями произведений Джузеппе Верди и Джакомо Пучини, который сказал, поют не голосом, а сердцем. В начале 2019 года Димаш отправился покорять Америку. В шоу The Wall's Best его прозвали шестиоктавным мальчиком, а пораженная его пением Дрю Берримор, сидевшая в жюри, едва могла подобрать слова, чтобы описать свои ощущения от выступления. Если закрыть глаза, кажется, что поет как минимум восемь-десять человек. В одну минуту ты как Куин, а в следующую повороте... Как это все могло уместиться в одном человеке, говорит Дрю Берримор. Проект Димаш покинул по собственному желанию. Неизменно получивший от судей высокие баллы, он решил уступить место в финале более молодым конкурсантам, а сам отправился дальше заниматься творчеством, ездить по миру с выступлениями, не оставляя себе ни минуты на отдых. В Сочи, куда Димаш в августе этого года прибыл по приглашению Игоря Крутого, чтобы исполнить их новую совместную работу. Пассио и другие, уже знакомые слушателям хиты, его по традиции встречали в аэропорту поклонники. Они же поддерживали его на всех концертах новой волны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон» Ты принял участие в четырех концертах в Сочи, а в перерыве слетал на выступление в Казань. Судя по Инстаграм, так динамично ты перемещаешься последние два года. Сознайся, вечный двигатель тебе внедрили в Поднебесной? Начал с этого интересного вопроса журналист, интервью с Димашем Кутебергеном. Димаш улыбается. График и правда безумный, но я стараюсь не думать об усталости. Утром могу проснуться в Китае, в этот же день полететь в Америку. 14 часов в пути и мне сразу на сцену. Живое выступление. Если я к этому всему буду еще психологически себя накручивать, ничего хорошего не выйдет. Похоже на сон ты отводишь минимальное количество времени? Спрашивает журналист. Димаш отвечает. Обычно 5 часов. Сегодня вот как нормальный человек лег в час ночи и думал выспаться. Но по привычке проснулся в 6 утра. Позавтракал, подождал, пока остальные члены моей команды встанут. И мы поехали на репетицию. Но вообще надо сказать, сон это очень важно для артиста. Единственный инструмент восстановления голоса. Журналист. А как же плаванием? Говорят, занятие этим видом спорта помогло тебе развить голосовые связки. Димаш. Не совсем так. Помогает общее физическое развитие. Пение это три в одном. Творчество, умственный труд и физический. Чтобы правильно брать ноты, нужно держать себя в форме. Но в настоящее время со спортом у меня так себе. Сейчас я чемпион мира по распиванию колы и поеданию нервов организатора. Шучу. По поеданию бешпармака. Журналист. Это твое любимое блюдо? Димаш. Да, и еще утка по-пекински. Журналист. А ты сам готовишь? Димаш. Ну нет, считаю это не мужское дело. Вот сериал «Кухня», люблю смотреть. Журналист. Говоришь не мужское? А какие брутальные хобби тебе близки? Димаш. Хотел купить мотоцикл, но родители не одобрили. Мне без пяти минут тридцать. Но мама, точнее скажу так, ответственность и мысли о том, что она будет переживать, меня остановили. Ведь так кайфа не поймаешь. Но в целом ты за экстрим? Димаш. Еще как. Я обожаю экстрим. Но стараюсь воплощать это в творчестве. На своем концерте в Казахстане придумывал появляться на сцене, спрыгнув с крыши стадиона, как в банджи-джампинге. Это была высота десятиэтажного дома. В один миг камера снимала меня там, а потом в доле секунды я оказался внизу. Журналист. А как же беречь себя? Столько поклонников переживает. Димаш. Для них я берегу свой голос. Холодную не пью уже 10 лет. Друзья смеются, когда я заказываю колу и прошу к ней кипяток. Если серьезно, то у меня есть наставник, который советует правильные препараты в случае чего. Он же помогает мне тренировать голос. Считаю, что заниматься с тренером надо на протяжении всей карьеры. Ты просто не слышишь себя изнутри правильно. Ты слышишь только красивые стороны. Даже великий Майкл Джексон занимался до последних дней. Субтитры создавал DimaTorzok Журналист. Твой музыкальный наставник живет в Китае. Там же базируешься и ты. У тебя большая команда. Есть личные помощники, стилисты? Димаш. Есть и они. Но не скажу, что мне всегда нравится то, что они мне предлагают. Иногда приносят такие наряды, которые я в жизни не надену. Какие-нибудь шорты. Но это не относится с моим репертуаром и с моим мироощущением. Я простой парень из октября. Журналист. В интернете много историй о твоей невероятной по численности армии поклонников Китая. Какая запомнилась лично тебе? Димаш. Из совершенно особенных, как я отмечал там, свой первый день рождения, я арендовал небольшой зал на 3-4 тысячи человек. И мой местный фан-клуб пришел меня поздравить. Мы пообщались, поиграли во что-то. Я им попел. А потом мне надо было ехать на репетицию. И они сделали так, что абсолютно весь наш путь в студию был в моих портретах. Они были на билбордах, на высотках. Это было невероятно. Журналист. Можно ли сказать, что Азия – это твое основное поле развития сейчас, Димаш? Если рассматривать с точки зрения перспективы в шоу-бизнесе, то да, Азия, следом Америка и Россия. Но как артисту мне не важно, перед кем выступать. И, конечно, мне приятно узнавать, что мое творчество любят в таких точках земли, куда я до этого не добирался. В Исландии, например, куда мы прилетели снимать клип, а там нас уже встречали поклонники. Да, этот клип – наша вторая совместная работа с Михаилом Гуцериевым, который написал стихи Игорем Крутым, создавшим музыку, и Аланом Бадоевым, занимавшимся видеорядом. Мне невероятно приятно быть причастным к творчеству всех этих людей. До Игоря Крутого меня несколько раз приглашали поработать в России, но чисто на интуитивном уровне я понимал, что это не мое. Когда представители Крутого вышли со мной на связь, я была в Китае, с головой в работе. Мой график после шоу «Сингер» был расписан на два года вперед, но отказаться от сотрудничества я просто не мог. Я считаю Игоря Яковлевича по-настоящему гениальным композитором. Все его песни от сердца к сердцу. Так же, как и поэзия Михаила Сафарбековича, в стихах Гуцериева всегда есть определенная история, философская, высокая. В песне «Знай» встречается небо и земля, любовь человеческая и вселенная. Мне это все очень близко и в жизни, и в творчестве. Алану Бадоеву удалось придумать фантастическую историю, как это все обыграть. Мы снимали Крив в горах, стоя под ледяными брызгами водопада. Два дня подряд. Но, честно говоря, я был в состоянии творческого транса, и мало что помню. Много людей, и то, как мерзла наша главная героиня. Мою голову не покидала мысль о том, как она там. Журналист продолжает. Звучит романтично. Сразу хочется спросить, как обстоят дела с личной жизнью? Димаш. Это закрытая тема, я давно для себя решил. Единственные люди, кто будет знать об этом, моя семья. Не считаю, что для этого надо как-то по-особенному скрываться. Искренне верю, что достаточно будет не афишировать. Журналист. Есть ли у твоих поклонниц шанс? Где встретить Димаша в нерабочее время? Димаш. Вряд ли это возможно. Улыбается. В свободное время я лежу и читаю. Из последнего «Путь Абая». Жизнеописание казахского поэта Абая Кунанбаева. Перечитывал ее уже в четвертый раз. Первый был в девятом классе. Осилил два тома. Но ничего не понял. С возрастом все воспринимается иначе. Это та книга, после которой чувствуешь себя окрыленным. Вот такими прекрасными словами Димаша в отношении Абая Кунанбаева, великого поэта и философа, мы завершаем сегодняшнее видео. Надеемся, что это интервью дало возможность еще раз задуматься многим из нас о месте Димаша в мировом пространстве, о месте Димаша в нашем сердце, о его чувствах в отношении того, что происходит вокруг него. До свидания, уважаемые друзья. До следующей встречи. Димаша в мировом пространстве О О О О О О О Субтитры создавал DimaTorzok